Всем привет, с вами Алис Канаберлаб. Работаем с картами с погодами ближайшие дни и делаем вывода катаклизмы. Начинаем с Европы. Какие здесь процессы? В Атлантике, Южней Ирландии находится циклон. Его хвост опускается сюда в Испанию, Португалию и идет дальше. Смотрите, он идет мимо Канарских остров Мадейры, куда-то чуть ли не до Южной Америки, до Минесуэлы доставят. Представьте, какие длинные хвосты сейчас. Второй циклон находится сейчас в Балтике и оказывает влияние хвоста опускается Польша. Смотрите, прибалтийские государства, может быть даже северо-запад РФ, запад Украины и опускается хвост через Болгарию. Даже Грецию проходит, Сицилию и достают от Туниса. А между ними вот видно такая, как рябь, это как раз такая атмосферная нестабильность между циклонами. Понимаете, то дождь, то солнце, такое вот все. Хотя на юге Франции и Северной Италии здесь прекрасная погода, судя по всему. Вадим Славич пишет, проживая в Ницце, действительно песка было много, но сегодня солнце и тепло. Вот Вадим всегда сообщает самые свежие и правдивые новости из Франции. Так, давайте почитаем. Ну, вы понимаете, а чуть севернее в той же самой Франции. Там вот не так вот было вчера, вот в Гренобле сильная гроза, 1 апреля, довольно чувствительная. Потом гроза отмечалась в Лионе во Франции, такая мощная. У нас тоже был шквал вчера вот здесь, в Юго-Западной Германии, на границе Швейцарии. Но без грозы обошлось, что немножко даже странно. Однако, к сожалению, в Швейцарии не обошлось без происшествий. По меньшей мере, 3 человека пропали без вести после схода лавины. Это в курорте Цермат в Швейцарии. Если вы помните, такая гора есть, Матерхор называется, пирамидка. Вот это именно там, с другой стороны от ущелья. Напротив. И, в общем-то, я часто забегал в прошлом году на эту гору. Я хорошо знаю, там в соревнованиях участвовал. И вот, к сожалению, такие вот печальные новости приходят из Франции. Ладненько. Давайте теперь посмотрим, что в остальных регионах происходит. Юзер М2 пишет. Минск плюс 26 третий дней подряд. Очень тепло. Можно ходить в майке и шортах. Можно увидеть небольшие лепестки на деревьях. Спасибо вам большое. Действительно, и сегодня продолжается поток. Перед этим циклоном нагон сюда теплого воздуха продолжается. И сегодня в Восточной Европе тоже, возможно, теплая, прекрасная погода. Сейчас мы посмотрим. Ну, а вчера вот столбики термометра взлетели до 20-24. В Псковской и Новгородской областях. Было так же тепло, как в городе Сочи. Вот видите, даже в Сочи не надо ехать. Теперь весной тепло приходит само из Африки. Да, правильно. В Беларуси было 26. А вот в Украине и в Молдавии стояла жара до 30 градусов в некоторых местах. Представляете? Вот так вот. Ну, а на севере там продолжается еще вот здесь зимняя погодка. Здесь все-таки Северный Ледоокеан держит свою власть. И поэтому особо не пускают. Ну, а в Северной Африке, откуда был выход, вот здесь Тунис, Ливия, здесь до 39 градусов поднималась температура. Ну, соответственно, немножко ослабевала. Даже сейчас вот здесь видно, да, потоки. Ну, и, соответственно, люди пишут о том, что... Давайте почитаем, что вот Федя Шендрайзов пишет. Подольск плюс 13 солнечно. Это он писал сегодня утром. Наблюдается гала. Небо все желтое. Потихонечку просыпается вегетация. Температура плюс 10 была ночью. Это первая летняя ночь. Вы видите, даже не то, что до нуля не опускается, а плюс, выше, чем плюс 10 температуры. Алим Будаев из Нальчика пишет. Плюс 16. Полупрозрачная облачность. Зацвели плодовые деревья. Нарциссы, гианциты. Подснежники и пролезки уже отходят. Но сегодня тоже пыльный воздух. Особенно на западе Кавказа. Вот видите. То есть пыль ощущается. И вот это непонятно. Это облачность или это скопление песка. Но в любом случае потенциал для гроз сегодня имеется. Алексей Черныш пишет. Ярославская область плюс 18. Сегодня куртка лишняя. Я вам открою даже секрет, Алексей. Что куртка лишняя большую часть года. В принципе. Потому что когда морозы минус 20 и ниже. Тогда куртка нужна. А до этого можно без куртки обойтись. Вполне. Так. Вот такие у нас новости сегодня приходят. Но вообще если посмотреть. То итог подвели. Какие же рекорды обновились в марте. И в итоге пришли к выводу. Что обновилась и в Молдавии. Плюс 29,7 температура. Это марта. Албания 29,6. Хорватия 29,9. Беларусь 27,2. Это в Гомельской области. В Польше 26,4. Литва 25,5. Латвия 22,8. И Эстония плюс 21,3. Ну меня больше всего удивляет конечно Эстония. То есть чуть ли не до 60 широты дошло. Но с другой стороны и вчера и в Москве тоже. Ну была не рекорд месяца. Но установилась первая. Двадцаточка вышла. Плюс 20 в истории метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был 4 апреля. А вчера вышла 1 апреля. То есть рекорды ставятся каждый день. И никуда вот эта энергия стихии, которая была получена от солнца, она никуда не исчезает. Егор пишет из Ленинградской области. Посмотрим как будет. Слишком тепло, пока рано. Осадки есть и нужны. Пыль по дорогам прибить. Так, вот юзер yn8 пишет. Здравствуйте, Алекс. На Кубани с потеплением с юго-запада было в воздухе марева. Я так называю, воздух не прозрачный, а как в пыли. И солнце в дымке. Утро 1 апреля было прохладно. В обед, а в обед плюс 30. Ох ты, ничего себе, да, у вас 30-ку тоже взяли. Ну вот Кирилл Самарин пишет, что в Симферополе очень теплая летняя погода. Прекрасно отдохнуть, как раз набраться сил перед майским праздником. И провести, как говорится, рекогностировку или подготовку. У нас, кстати, тоже были пасхальные выходные. Знаете, такой приятный запах барбекю в воздухе такой витал. То есть какое-то умиротворение. Так, ну вот юзер М2 пишет, что сегодня в Минске было плюс 27 градусов. Уже, уже плюс 27. Ну здесь еще нагон сейчас перед этим циклоном. Как раз юго-восточный сектор. Он довольно-таки теплый. И Октавиан 2011 пишет, у нас в Карпатах вчера было плюс 15 градусов. Но сильный ветер. Снег еще лежит кое-где. Да он еще выпадет, снег там в Карпатах. Это в горах там своя система. Там в мае бывает снегопад. Еще можно там чуть-чуть не на лыжи кататься. Захар пишет из Кривого Рога. Спасибо. Вчера весь день небо было мутное. Температура была плюс 21. Сегодня будет плюс 25. О, спасибо. Отличная погода. Все прекрасно. Так, ну что. Переходим потихонечку в восточную часть. Что здесь? А здесь у нас тоже циклон находится сейчас в районе Ямала. Мы видим, опускается его хвост в сторону северного Казахстана. И даже небольшой хвостик доходит до Туркменистана. Так, доползает чуть-чуть аккуратненько. Так. Из Казани Александр пишет. 1 апреля утром густой туман. Днем плюс 15 градусов. Ну, прекрасная погода. Переменьчивая облачность. Сугробы 23 сантиметра. Ночью плюс 4. Ну, совсем немножко осталось с угробом. Да, вот так еще. С такой тенденцией. Ну, буквально неделю. Да, что мы там ставили? 12 апреля. На день космонавтики. Ну, шанс пока есть. Так. В Днепровской области был смерч. Ну, вот видите. Все прелести погоды. Да и сегодня мы видим, что вот эта вот пылевая облачность, она как бы не несет за собой стабильность. Там нестабильная ситуация. В Украине почти везде побиты рекорды температур. Да, да, в Восточной Европе, конечно, это как манна с небес. Но понятно, что это вот хапнула экваториальная зона. Протонный дождь, солнце. И вот он идет сейчас по лесам. Вот это вот все распространяется, да. Так. Из Сургута пишет Женя 86. Вчера было в городе Сургут минус 3 и снег весь день. Ну, вот до вас не дошла, к сожалению, вот эта вот энергия. Но посмотрим. Она все-таки сдвигается потихонечку в сторону Востока. Поэтому мы обязательно посмотрим и на динамику, к чему все это приведет в итоге. Так. Из Алтайского края пишут, что продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями. То есть, довольно-таки мощный паводок происходит. И перекрыты дороги во многих районах. То есть, ситуация реально сложная. Но тоже вынос теплого воздуха с юга сюда дошел. Поэтому удивляться ничему не приходится. Ну, кстати, вот в Индии, если взять чуть южнее, здесь тоже неспокойно. Здесь отмечался торнадо в Джалпайгурии. И в Китае вчера вот в Ганчжоу отмечался сильный шквалистый ветер. Прям вот кадров очень много. Очень много свидетельств о том, что активность на планете явно сейчас высокая. Именно погодная активность. Ну, в Китае тоже мы можем увидеть практически над всей страной. Здесь нестабильность. На юге вот здесь мощнейшие грозы. Сейчас происходит прямо в данный момент. Так. Ну, что, давайте теперь при Байкале посмотрим, как дела обстоят в Восточной Сибири. Судя по всему, неплохо. Давайте почитаем Алексея Покровского. Что он пишет? Алекс, спасибо. При Байкале погода была переменчивая. И снег, и солнце. Температура в районе плюс 2 градусов. Это вчера было. Ночью выпал снег. Ну, немного с утра. Ну, немного. С утра плюс 2 градуса. Слойка. Днем, наверное, все растает. Это нормально для начала апреля. Пускай все будет в меру. Всем здоровья, стабильности в душе и за окном. Лайки, сердечки. Спасибо большое. Ну, то есть, у вас там все равно весна-то идет. И сейчас, судя по всему, там неплохая погода. Все рассеялось и стало неясно. Так. В Якутии тоже более-менее все хорошо. Циклон. Так, и не отвиснет. Тут здесь от Камчатки, кстати, еще в Охотском море. Здесь тоже циклон находится. Южная Япония. Мы видим, как Китай сверкает. Здесь Мьянме тоже какая-то грозовая ячейка. Так. Давайте посмотрим. Вот Индонезия у нас сверкает вовсю. И мы видим север Австралии тоже. Так. Юзер ПВ5 пишет. Дочь поехала в отпуск в Пхукет, Таиланд. И хотелось, чтобы вы прокомментировали тамошнюю погоду и сейсмоактивность. Сейсмоактивность там нулевая. Конечно, это без проблем. А так по погоде мы тоже не видим какого-то такого мощного. Южнее там. Прям чуть-чуть южнее находятся сейчас все грозовые массы в настоящий момент. Так что все пока что хорошо. Пусть отдыхает. Набирается здоровья, сил. Вот. Ну и успехов затем. Пусть набирает. Так. Здесь хвосты тянутся в сторону Мадагаскара, к Южной Африке. Ну, чего-то такого экстремального нет. Вот. Хвосты от Антарктиды Аргентину накрывают. Южную часть как раз прохладная уже. Ну, Бразилия здесь как компот какой-то. Прям полным-полно всяких грозовых систем. Давайте посмотрим в Америке. Ну, великие равнины вовсю сверкают. Мы видим прям. О, какая мощная активность здесь. И в северных штатах рядом с великими озерами. То есть, там супер ячейковые грозы с крупным градом и торнадо отмечались в штатах Оклахома, Техас и Миссури. Ну, вот сегодня мы видим, что это Иллиной штат. Судя по всему, Огайо там тоже подсоединился. И на юге тоже активность происходит. Почему? Потому что здесь вынос теплого воздуха со стороны Мексиканского залива. А с севера здесь холод со стороны Канады. И вот здесь циклон еще на западе Канады. И, может быть, на юге Аляски наблюдается. Ну, давайте быстренько пробежимся. Просто посмотрим, где сейчас какие осадки. Да, ну, кстати, здесь довольно-таки сильные осадки на западе Канады. Такие чувствительные. Ну, а вот здесь, конечно, грозы на великих равнинах. Мощные, да, там Бразилия. О, смотрите, к Чили. К Чили вот подъехал. К Чили, Аргентина. Здесь циклон. Возможно, здесь, кстати, подтопление. Потому что здесь горная местность. Но там мало кто живет с другой стороны. Там населения немного. В Австралии только по северу здесь. Ну, кстати, хвост, смотрите, такой довольно-таки солидный. Тоже пытается дотянуться. Так, Индонезия. Вот Китай. Китай сейчас очень мощные процессы происходят. Ну, если брать Дальний Восток. Здесь в районе Камчатки Охотского моря. Непогода. Причем там ветер, судя по всему, нехило задувает. А в районе Ямала. Там трассеяная по Сибири. Совсем по чуть-чуть. И вот циклон сейчас продвигается из Балтики в сторону Восточной Европы. И еще один циклон на подходе. Вот здесь находится на западе Европы. А между ними видно, что ветер сильный. И вот какая-то там море слетает. Но, в принципе, не опасно никому. Так, давайте посмотрим, что будет сегодня ночью. Циклон сегодня нырнет в сторону где-то Новгорода Пскова. Северо Беларусь. Великие Луки, наверное, в эту область нырнет. И мы видим, что здесь даже гололед будет. В Карелии даже гололед будет. Южная Финляндия. Вот такие вот. И перед этим циклоном произойдет все-таки заток теплого воздуха. Мы видим, что южный ветер такой. И видно, что еще идет отклонение в сторону Западной Сибири. Потому, что здесь у Ямала находится второй циклон. И здесь он более снежный. На Таймыре, тоже ближе к Якутии, находится здесь циклон. Небольшие осадки по югу совсем. Ну, основной циклон находится. Вот здесь вот южная Чукотка. Камчатка оказывает влияние. Давайте глянем, что завтра у нас будет. Завтра до Урала практически. Гололед, свадьи Коми. Будет вот это вот все непогода. Карелия, Коми. Здесь неприятные будут погоды. Юж нет. Тут, возможно, другие события в виде гроз. Ну, больших осадков вроде бы как не ожидается. А циклон Сбискальского залива поднимется будет в Великобритании. Хвост будет проходить через Германию, Францию. То есть, будет опять дождливо, как-то ветрено. Такая неприятная погода. Китай. Вот Китай, особенно на юге, опасность довольно-таки велика. Так. Ну, в Таиланде вроде бы все хорошо. Великие озера. Зависнет над ними циклон. А хвост будет идти по юго-востоку США. То есть, еще сохранится там опасность. Ну, правда, Штаты изменятся немножко. Так. Давайте посмотрим, где сейчас какие температуры. Вот вынос жаркого воздуха происходит в Восточную Европу. Молдова. Центральная Украина. Практически вся Беларусь. И немножко до Рики доходит. И здесь мы видим прям границу. Она идет через Литву, Запад Беларусь, Западную Украину, Север Молдовы. И в этой границе как раз самые такие неприятные процессы могут произойти. Это и шквал, и торнадо там, и все-все-все. Вот здесь вот там как раз разные типы энергии встречаются. И между ними такой шквал. Довольно тепло у нас в Греции, Турции. Необычно даже не по сезону. Вот тут подруга сообщила, что где-то градусов на 10 там выше, чем обычная температура. То есть, прекрасная там погода. Хорошая погода сохраняться у нас сегодня вокруг Азовского моря. И поднимутся вот сюда, в сторону Москвы. Череповца, Кострома, Нижний Новгород. Прекрасно. Но прохладнее уже Казань, Киров, Сыктывкар. Но вот Ухта видно, что как раз на границе Печора. Здесь 4-6 градусов. А севернее здесь зима еще царит. Минус 1 в Архангельске, Петрозаводск около нуля. Мурманск минус 5 градусов. Вот такие вот погоды. В Европе примерно одинаково. Здесь нестабильные погоды. Где-то от 10 до 15 градусов. Ну, на юге может быть чуть побольше. Там ближе к 20 градусам. Так, на Кавказе у нас. За Кавказе 19. В Баку 15 градусов. На Ближнем Востоке 22-27. Смотрите, Ирак начинается прогреваться. 30-33 градуса. Около залива здесь тоже выше 30 становится. Центральная Азия как-то не жарко. 15-20 градусов. Пока что здесь антизаклон стоит прямо над Канды-Агашем. В настоящий момент. На Урале стабильные такие. Температура где-то 5-10 градусов. Практически везде. Сургут 0. Южнее в Сибири где-то плюсовые температуры. Ну, такие, да, плюс 5-6, не выше. В Восточный Казахстан где-то плюс 10. Алматы плюс 11. Бишкек плюс 14. Ташкент 16. Душамбе 14 градусов. Так, Красноярск плюс 3. Абакан плюс 8. Казыл плюс 5. А вот Иркутск мы видим, что находится в зоне холода. То есть попал в зону холода, да, поймали его. В Якутске минус 14. Магадан минус 8. По области до минус 20 градусов. Анадыр минус 19 градусов. Петропавловск-Камчатский минус 1. Южный Сахалин минус 6. Кстати, здесь и Северная Япония все еще замороженная. На море около нулевые температуры. То же самое в Владивостоке. В Кореях 10-12. Пекин плюс 17. Но вот здесь на юге более жаркие температуры. Байсе плюс 33 градуса. В Индии, да, что-то откинулось. Шло на 40 градусов. И что-то как-то пошло обратно. Ну, 36-38 есть в центре Индии. А по северу еле до 30 дотягивает. Ну, в Таиланде там что-то. Вечное лето 30-32. Может быть даже жарче в некоторых регионах. До 35. В Австралии мы видим заток холодного воздуха. Так и продолжается. Тепло все сдувает практически из континента. В Новой Зеландии пока в теплом секторе. 12-14 градусов. Пока что такого мощного влияния Антарктиды нет. Смотрите, какая холодная весна у нас в Северной Америке. На севере это нормально. А вот то, что скалистые горы до Мексики практически доходят. Здесь такие температуры минусовые. Еда минус 5 в Ламозе. Там Денвер минус 3 градуса. Так и держится. В Техасе на западе не выше, чем плюс 10. С другой стороны здесь заток теплого воздуха происходит. Около Гудзонового залива здесь тоже прохладно. Где-то минус 20. Но это нормально. Для апреля это нормально. Так. В Бразилии там вечное лето. По югу Урагваю. Здесь потихонечку прохладнее становится. 16-17 градусов. И вот здесь подошел циклон. И смотрим, что будет происходить. Но пока температуры в основном плюсовые. И даже по югу. В Африке все хорошо. Умеренные температуры. Давайте посмотрим, что сегодня ночью будет. Сегодня будет теплая ночь. Видно, что перед циклоном. Восточнее него. Юго-восточнее будет нагон такого теплого воздуха. А за циклоном как-то ложбинка не особо. Потому что она приходится на Балтийское море. И как-то она не выраженная. Но Швеция промораживается практически до самого юга. До ждания немножко. А тепло идет сюда, включая Поволжье и Урал. Здесь еще захватывается этим циклоном в западную Сибирь. Прохладно на севере Казахстана. Будет такая около нулевая температура. Южная Сибирь. А вот восточнее здесь будет даже кое-где такие серьезные морозы. За минус 10. Может быть даже минус 20 где-то. На Дальнем Востоке около нулевые температуры. Смотрите, как Тибет держится. Высокие области давления по ночам там прям хорошо подмораживает. Хотя ночью уже короче стали. Так, давайте посмотрим завтра днем, что будет. Завтра смещение получится. То есть уже в Украине, Белоруссии уже не будет таких. И Запад РФ тоже рекордов. Будет тепло. Кавказ, прилегающие регионы. Нижнее Поволжье. Ну, Поволжье будет так тепло. Может быть на Урал заходит. Потихонечку вот здесь Центральная Азия тоже прогревается. Еще попадает. Здесь антициклон смещается на Алтай. И, соответственно, начинает сюда закручивать. И заток теплого воздуха происходит. И он же закручивается сюда, в Сибирь, где будет потепление. Здесь подхватывается к Таймыру. То есть таким образом вот весна наступает в сторону Сибири. Давайте посмотрим Америку. Что здесь? Ну, здесь в Канаде из-за циклона здесь такой островок тепла. Да, затым холод на западе США, а на востоке будет тепло. Давайте 7 апреля посмотрим, какие здесь будут процессы. А здесь очередная волна тепла. Да, то есть там пугали каким-то похолоданием, что-то еще. Опять, опять, смотрите, буквально уже 7 апреля будет заток теплого воздуха, включая и Прибалтику, и восточную Европу, восточноевропейские страны. И, смотрите, опять у нас через Иран, Афганистан, в Центральную Азию заток. Тоже Казахстан прогреется. И пойдет сюда, даже в сторону Якутии, тепло. Ну, вот единственное, что на Дальнем Востоке, в Забайкале, там будет еще прохлада. А так мы видим, что весна практически безостановочно идет по планете. Ну, а с вами был Алекс, канал Бередлабжи, отличного упражнения.